Принципиально мы занимались фристайлом и фрирайдом практически с самого основания вот этого фриски движения в России. Было просто очень интересно тестировать какие-то новые модели, вот, а дальше эти тесты уходили в идею сделать что-то свое. И постепенно, постепенно, интерес все возрастал к этому делу. Можно было за неделю там придумать что-то новое, сразу же это новое слепить, оттестить тут же на каких-то склонах. Это, конечно, непередаваемое ощущение по сравнению с тем, чтобы купить в магазине. И, собственно, так и шло. Не было какой-то мысли зарабатывать на этом деньги и тем более превратить это в крупное производство. мы постепенно набирались опыта. И, ну, это не за два, даже не за три года здесь. В целом, ну, как бы, с моим опытом производства это уже больше семи лет сейчас. Помимо того, что когда ты делаешь это все руками, это, ну, как бы, огромная часть работы. Но еще, как бы, львиная доля работы приходится на тестирование, на испытания материалов. И очень-очень важно, чтобы это делали профессионалы своего дела. Ну, в отличие, например, от каких-то вот таких сфер, в которой одна-две технологии, здесь технологий из различных отраслей промышленности просто громадное количество. Начиная, там, от литья полиуретана, там, от работы с древесиной, от фрезеровки, там, как с ЧПУ, как бы, везде. То есть, это симбиоз хороших качественных технологий, хороших качественных материалов, только исключительно всего самого хорошего. Опыта и производства, и опыта, как бы, райдеров, и своего собственного наката. То есть, если ты сам не занимаешься тем, что производишь, очень крайне маловероятно, что ты нормальное что-то качественное сделаешь в этой области.